ну еще один малышок который приехал мне из калининграда данное произведение не знаю что это из чего это сделано но данный точильный камень является ли он точильным камнем посмотрим но он на бакелитовой связке возможно его выпилили из какого-либо круга или он был частью чего-либо несут не принципиально я просто этого не знаю я даже не знаю какая зернистость у него давайте посмотрим поближе как он выглядит сейчас не пытаюсь поймать вот насколько данный камень тонок мне тоже неизвестно небольшой размер пойдет точильные приспособления здесь где-то сантиметров 12 ну пойдет вот вы знаете могу и ошибаться что тут бакелитовая связка но в принципе очень похоже если кому-то что-то известно про это изделие напишите в комментариях что это может быть если бы не вот эти вот крупинки до блестящие то я бы сказал что это текстолит ну посмотрим посмотрим для понимания масштаба расстояние между черными полосами пол миллиметра кратное увеличение зелено-коричневого камня который я предполагаю чтобы бакелитовая связка тысячекратное увеличение поверхности того же камня сразу попал модель кристаллик понять что это ну скажем так сложновато да смотрим как это будет работать наибольший интерес у меня вызвало выравнивание доводка данных брусочка как выяснилось в разговорах с александром данный брусочек шел как образец советский образец для доводки опасных бритв при выравнивании данного камушка был стоял такой прям конкретный запах бакелита если кто-то в руках когда-нибудь держал вот армейские телефоны до 57 вот такой же запах от слома корпуса такого аппарата идет вот при выравнивании этого точильного камня выравнивается ну моментально очень быстро без проблем я не знаю зачем я это сделал но одна сторона доводилась до 1200 порошка вторая до 600 я просто не имею понятия о его зернистости и самое главное не имею понятия какой образец здесь единственная проблема возникала при выравнивании такого плана что вот я труп по 600 порошку и вы понимаете через какое-то время прям тактильная ощущая другую шероховатость то есть вроде заглажена 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 а потом хоп и начинает более шероховатая поверхность камушка свожу на это ну может быть качество изготовления знаете как будто текстолит делали по слоям и попадал просто на место стыка слой слоев я не уверен в этом тоже будет очень интересно посмотреть какие камни производили в ссср до для доводки грит бритв так как и мне ничего них не известно я никогда не в руках не держал будет очень интересно но это где-то ориентировочно наверно 50-е года прошлого века хотя могу ошибаться если кому-то что-то известно про этот камень напишите в комментариях под видео может быть у кого-то когда-то что-то подобное было добавилось немного информации по данному бруску это фотографии взяты с авито скорее всего это микрокорунд не знаю 14 микрон или нет без малейшего понятия но ту упаковка вот такая прям была как говорит мой товарищ александр московский завод ну вот что-то хоть что-то узнали вот так выглядела бритва до заточки на микрокорунде сср 14 микрон видны следы типа полировки видна микрофаска виден заусенец посмотрим что покажет камень а вот такой результат у нас показывает микрокорунд на бритве кусок очень быстрый назвать его знаете в русском доводочным мне язык не поднимается сурово но правда чего не скажи но быстрый прям быстрый заусенец наволакивается моментально обратите внимание то что есть снес микро подвод образованный изолентой ну буквально за пять минут до этого был микро подвод сейчас его нет и вы знаете да он грубый конечно но довольно однородный хотя могу конечно ошибаться сейчас еще поработаю немножко еще раз покажу поработав еще пять минут на этом микрокорунде да я понял что какие же все-таки суровые люди жили в советском союзе назвать такой брусок доводочным бритвенным это надо быть действительно очень суровым человеком в моем представлении это ну где-то в районе тысячника смотрите что творится на режущей кромки и на собственной фаске секунду вот это обратная сторона фаски здесь она слишком широкая но видите да что делает данный камень прикольно так выглядит заусенец после 14 микрон на бритве не ребят это реально суровый злобный камень для бритв я думаю может использоваться только за счет своей ну скорости работы но не как доводочный никак финишный или даже предфинишный камень у меня создается ощущение что он работает на уровне тысячника на уровне японского тысячника ладно заканчиваем попробую еще по ножам поработать и будем делать выводы в общем люди я подумал что ну не можем не могли же быть советские люди настолько суровые и взял грубо говоря бритву и о доске на которой я периодически занимаюсь полировкой там либо ножей либо еще чего-либо делал несколько движений паста диалюкс не собирается убирать риски от этого камня но вот такой вот результат получается сглаженные скольчики как видно да но они как были так и остались давайте попробуем все-таки пройти hgt-тест вот этим ох вот сейчас красиво видно какие же зубья образовались на это сводный результат в левом верхнем углу это бритва до заточки на микрокорунде правый верхний и левый нижний угол того же за . на микрокорунде и в правом нижнем углу это паста то есть ремень паста после микрокорунда ну что господа в общем после бакелита у этого бруска думаю как же люди советские как-то брились да то есть я взял вот ну вот этой этой хрена и не квадратные короче говоря а шоков бритву и бога и думаю получится ли вообще сейчас я не знаю мне кажется не получится рез волоса что то что я видел микроскоп но это это у нас какая-то фигня еще разок в общем кусочек волоса отошел натошел отлетел не знаю видно вам это все я сейчас не говорю что я там буду это делать 20 сантиметрах от пальцев но это вот этот микрокорунда который идет в бакелитовые связки 14 микронный при ориентировочной далее паста паста диалюкс конечно не паста гой но видите сами да смотрите еще одна стружка люди вы видели сами состояние режущей кромки там он просто кобздец извините за выражение при этом этот кобздец вот так вот на пасте делает обратную сторону ладно я пойду наверно попытаюсь побриться и будем делать выводы подведем итог поэтому микрокорунду еще раз прошу прощения за свои грязные руки ногти на там вот прервался ну что устал просто-напросто решил доснять хвосты видео в кадре может быть слышно там балалайка и крики детей не обращаем внимание у них просто куча бегает по дому гости пришли а снимать надо свет пока не ушел и так выводы что мы с вами имеем в итоге перед нами брусок производства ссср микрокорунг для правки для правки брит 14 микрон брусок на бакелитовой связки в ходе выравнивания доводки и теста от бруска исходил очень характерный запах в ходе выравнивания на порошках карбидокремния выяснилось следующая особенность изготовления бруска как бы создалось впечатление что делали его слоями и так как при выравнивании на порошках вот знаете постепенно сменялся гладкий слой на шероховатый шероховатый на гладкий с каким-то ворсом и наоборот в тесте на бритве брусок показал очень интересные результаты работает он очень быстро и относительно однородно однако на режущей кромке бритвы остаются сколы я бы назвал этот брусок скорее ножевым но не для правки бритв на фаске бритвы и спинки ну просто невооруженным взглядом видно относительно грубая риска которую в принципе нанесение этой риски можно контролировать без всякой оптики по бликам буквально вот прям по бликам во время заточки бритвы образуется заусенец и если у вас хорошее зрение то вы его увидите без всякой оптики также визуальная зернистость бруска 14 микрон принципе соответствует зернистости по джиз 800-1000 в настоящее время субъективно этот брусок не может называться бруском для правки бритв для правки ножей и заточки бритв может быть но наименование для правки бритв но это слишком пафосно для этого камня но надо учитывать что в советском союзе не было такого многообразия абразивов как сейчас бри именно для заточки бритв а бриться людям надо было довольно таки часто поэтому я представил что будет делать бритвы добрей из ссср заточив бритву на этом бруске 90 процентов я уверен что он после этого камня перешел сразу на ремень с пастой мастикой с пастой гоя ну у меня данных видов паст нет я сделал в принципе то же самое и несколько проходов после этого бруска по коже с пастой диалюкс и бритва стала проходить hst тест несмотря на то что режущая кромка в микроскоп представляет собой тихий уже до затертой пастой но она резала волос как это ни странно звучит далее я побрил одну щеку два приема по ходу роста волос и против здесь я понял одну важную вещь что в советских парикмахерских при таком типе заточки на таком типе абразивов обязательно нужно подготавливать кожу бритву то есть распаривать использовать крема и так далее а также использовать обязательно средства после бритья я побрился чисто не сильно комфортно но терпимо и чисто но после бритья пошло раздражение которое прошло и было у меня рожа была красная в течение двух двух с половиной часов кремов я не использовал вы представляете пол морды грубо говоря за малинового наверное цвета и вы знаете если в советском союзе так делали это считалось нормально то я как и многие из нас лично недовольны этом своей заточкой своими абразивами мягко говоря нехороший человек все же я поражаюсь насколько неприхотливы были люди до моей страны где-то лет 40 назад судя по времени выпуска этого таких брусков кроме этого данным бруском я поправил свои кухонные ножи из мягкой нержавейки камень быстро восстановил их остроту и агрессию также брусок пробовался и на порошковых старях вот которая сейчас вот здесь торчит до с 90 и там каждый 60 единиц но он работает бесспорно он работает но стали начинает пропиливать яму в самом самой поверхности бруска и он на порошковых сталях думаю будет просто быстро очень терять форму скажу честно брусок мне понравился думаю его можно спокойно использовать для средней грубой заточки брит исправлять относительно грубые повреждения на кромке однотипные бруски на данный момент продаются ну или появляются не знаю сейчас на сегодня они есть они продаются на сайте авито видите поиск микрокорунт но цену на некоторые бруски я считаю не очень оправданная извините вам я видел цена две с половиной тысячи но это как-то не подходит для этого конкретного камня все всем до свидания